Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор варкапа под номером 233 Карта PUNMID Замечательный шедевр современного маппинга от PUNY Ну и собственно давайте начнем, не будем затягивать Появляемся мы на таком вот мостике У нас есть перчатка и нету машингана Очевидно что нужно туда Делаем первый прыжок и что мы можем наблюдать? Нам дают 3 машингана 3 патрона И отбирают гаундлет То есть с перчаткой мы больше ничего сделать не можем Для чего это сделано Разберем чуть попозже И вот сейчас мы это и разберем Давайте я вам сразу расскажу Коль тут есть, я совсем про него забыл На карте есть вот такие вот выделяющиеся элементы Рыжего цвета Оранжевого По ним можно стрелять И как бы тем самым с ними взаимодействовать Таких элементов 6 штук на карте Пуни нам дает 3 патрона Собственно чтобы мы выбрали Какой из элементов нам лучше убрать С каким из элементов нам будет выгоднее взаимодействовать Понятно что раз 3 патрона Со всеми мы не сможем Как-то контактировать со всеми этими элементами Но тем не менее Как бы какие-то нужные из них Мы сможем Затронуть чтобы они нам помогли Чуть дальше проходим И сразу же видим у нас распути Целых у нас получается сколько дорожек Давайте сверху вот раз Два С рампой наверх 3 Здесь 4 И по низу совсем 5 Сразу 5 дорожек Просто выбирай 5 дорожек у тебя Что делать непонятно Здесь у нас по низу Идет слик Слик у нас достаточно длинный То есть по низу можно вообще тут Спрыгнуть И сликать, 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 сликать И набирать очень много скорости Если мы идем по верху Давайте я сделаю вот так Если мы идем по верху Здесь у нас Также есть слик Воу-воу-воу Застрял Здесь у нас также есть слик Более техничный Потому что здесь наклонная вверх Но тем не менее Какой-никакой слик И да вот многие могли Вот здесь вот Ругаться на то Что у них Сбоку нету слика Что делать Сбоку нету слика И что Ну вот это Мы с Пуни поговорили Это баг движка В общем-то он тестил Даже он реально это Ему сказали об этом Он это потестил И реально никак это не смог исправить Поэтому ребят Сорян По сбоку как-то не слика В общем-то у нас есть Здесь слик И дальше мы видим опять же Небольшой распуть Очевидно что со сликом Можно вылететь туда А по низу можно пройти тут Ну пока пойдемте По низу Я Прямо дорожки Я играть не буду Но я не буду Пытаться рассказывать Здесь в общем-то Вот это да С мостиком Это у нас Можно вылететь отсюда Со слика Либо отсюда Доблджампом Да залететь Это у нас Просто так Напихано Внутри Кстати Вот здесь тоже Тоже можно пройти Там такая вот Палочка Выручалочка Видим мы Второй большой элемент Такого рода Да вот он То есть мы можем Здесь пройти Прыгнуть сюда Потом сюда И вот как-то здесь Пропрыгать Видим второй такой элемент С окном Которое Окно достаточно юзабельно Скажу я вам Идем дальше Здесь Просто многообразие Рамп Под любой спейсинг Какой Хочешь такой Выбирай И здесь мы видим Еще два элемента Сверху здесь Виднеется Что-то синенькое Это скорее всего Ну не знаю Ну наверное Слик Наверное Слик Да Да На это Наверное Слик В общем-то Здесь мы тоже Можем затаймить Прыгнуть наверх И засликать Этот элемент У нас тоже Опускается Появляется Небольшая рампа Здесь опять же Падай на любой вкус На любой спейсинг Выбирай Подстраивай Все отлично Здесь Еще один элемент Это пятый Который выдвигается Это больше сделано Для ВК-3 То есть Ты прыгаешь И чтобы туда не упасть Ты бьешь машинганом И тебя Как бы отталкивают Здесь у нас Опять же Огромное Многообразие Там мы можем идти Как бы сбоку Да Сюда Либо мы можем Спуститься Прыгнуть Здесь На этой рампе Либо мы можем Пройти Вот здесь Либо можем Здесь на рампе Пройти То есть Варианты Вообще До хренища Че Кого проходить И Я уверен Что Все Все вариации Даже не расскажу И вот Эта вот Шестое Будьте Бдительны Она вас Может убить Это вам Нехухли Мухли Между прочим Здесь Опять же Как бы Либо слева Либо справа Либо по центру Мы можем пройти Здесь Мы так же Можем Упасть Будьте Аккуратны Ну и Здесь Собственно Уже Финиш Начнем Сначала Появляемся На мостике И У нас Есть Небольшая Небольшая Среза Как для Вк 3 Так и для ЦП Я думаю Мы можем Прыгать Вот здесь По этим Падикам Не обязательно Прыгать Там все Облетать Можно прыгнуть Здесь И срезать Себе Путь Можно сделать Вот таким Вот образом И с этой Рампы Залетать Сразу На Слик Можно Также Использовать Нижнюю Дорожку Но Нижняя Дорожка Как по мне Себя Не Как бы Как-то Слота Не Реабилитировала Как-то Себя Не 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 знаю Она себе Не оправдала То есть Вроде бы Много Слика Можно просто Сликать И так далее Но Если мы Здесь Сликаем Сликом Сликом У нас Много Скорости Мы потом Залетаем Сюда И здесь Вот на этом Повороте Ключевом Просто На всей карте Повороте Нам 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 Надо Очень Быстро Очень Хорошо Повернуть А с Большой Скоростью Там 1700 1800 Это Просто Я не знаю Может быть Виз повернет Но Я реально Вот я Тестил 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 И Натестил Что нижняя Дорожка Не очень А Также Есть Вариант Попадать На нижнюю Дорожку Мало ли Если кому-то Хочется Да Все-таки Понизу Кому-то Проще Можно Попадать Вот так Не странно Даже Немножко Быстрее А по слигу Получается То же самое Ну Практически Там Это Не так Критично Вот Это Что касается Старта Далее Естественно Мы Касательно ЦП Мы Идем Наверх В любом Случа Если мы Хотим Быстро Пройти Поверху Мы падаем Сверху Где-то Сюда И Падаем Либо В окно Либо Если Свейсинг Не позволяет Убираем Просто Эту Кнопку Я И таймил Ее Поднятие Со своим Прыжком То есть Она Поднималась Я по ней Сверху Прыгал Где-то Ну На каком-то Расстоянии И дальше Падал на Рампу Все это Очень Ой Все это Очень Дрочно Все это Очень Немножко Рандомно Потому что Каждый раз По разному Получается Поэтому От этого Роута Я в итоге Отказался Падаем И потом Примерно На эту Рампу Здесь У нас Тоже Два Варианта Мы Либо Можем Сразу Повернуть Идти Туда Либо Можем Вызвать Себе Слик Призвать Вызвать Помолиться Богу Слика Вызвать Эту Платформу И по ней Просликать И на Сликать Здесь 200 Где-то Ну И дальше Собственно Прискок Прискок Смотреть Уже По Спейсингам Можно Здесь Понизу Пропрыгать И Многие Я вот Встречал Просто С Димоном Мы обсуждали Был такой вопрос Что Почему я использую Рампу А не иду сюда Во-первых Даже не во-первых А в единственных Такая вот Небольшая Речевка Когда мы прыгаем С рампы Делаем быстрый Доблджамп У нас скорости Не так много Теряется И мы Всю скорость Добираем В воздухе Спокойно Стрейфим В зонах Вообще Не паримся Если мы Залетаем сюда Да у нас Скорости Сохраняется Больше Но мы Здесь Не добираем И в итоге По этой Рампе И так далее Мы просто Мы допустим Виляем Еще на большой Скорости Мы можем Как-то Навилять Во-первых Стены Задеть Это Постараться Конечно Но Тем не менее Это возможно Мы можем Задеть Стены И Просто Всю скорость Потеряем В итоге У нас Будет Типа Мы На момент Прохождения Именно Того Той Зоны Будем Быстрее Но По итогу Вот здесь Мы будем Уже Медленнее Потому что Там Можно Чуть ли Не Две Зоны Успеть Заюзать Если Мы Прыгаем Заблджампом Еще Был Такой Вариант Я его Так и Сделал Стрельнуть В эту Колонну Попасть У нас Вот здесь Рамку Как мы Видим И как На них Не совсем Понятно Выгоднее Попадать Но Вот Эта Можно прыгнуть В центр А по центру Там Как раз Еще Подходило Что Ты Перетягиваешь Зону Перетягиваешь Худ Точнее И Отлично Стрельфиш Там На 2 250 Я Короче К сожалению Так и Не успел Не хватило Времени Не поиграл Эту Карту Но Мне Очень Подравилось Я Прямо Все Почти Все Свободное Время Зашел Ну Заходил На нее И старался На Накап Хорошую Демку Сделать Так что Пуни Спасибо Тебе Ровно За Эту Карту И Давайте В общем Перейдем Я думаю К демкам В демках Мы Думаю Увидим Полностью Все Многообразие Ой Не туда Паркуб Демки У нас Все Переименованы Есть У нас Невалидная Демка Есть Кстати Говоря Вторая Невалидная Демка Которую Сейчас Скачаю Я ее Скачать Забыл Сейчас Секундочку Ну ладно Потерпи Ну че Ну че Ты Че Ты Начинаешь Но Бывают Но я Как-то Мне Так Все Все Есть Демка Отстань Так Все Начинаю Сука 3 Давайте Как Всегда Жужо Дипер Дипер Я не знаю Откуда Это Кто Такой Жужо Вообще Какой Лекс 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 Появился В любом Случай Давайте Посмотрим Будет Интересно Последить На Новеньких И руков Полторы Минуты Circle Кстати Говоря Неплохой И В целом Вообще Вроде Как Двигается Неплохо Как Для Новичка Очень Даже Хорошо Я Считаю Здесь Пропрыгал Нослик Нослик Естественно Не Особо Здесь Помог Ай Не Упадил Нормально Нормально Старается Парень Даже Не знаю Как Что Комментировать Но Тем Не Не Видно Что Человек Старается Это Как Минимум И Что Человек Заинтересован Поставить Хорошее Время Провел Он Между Прочим Целую Целый Час А Никакой Минуту Провел На сервере Целую Минуту А Минута Это 60 Секунд А Тайм У него Полторы Минуты Значит Он Как Минум Одну Попытку Зафейлил Минимум Одну И Потом Прошел То есть Он Не С Первого Раза Прошел Понимаете Да И Опасно Вот Это Все Проходило Аккуратненько Молодец И Лекс 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 У нас Появился Тоже Из России Жужо Возможно Тоже Из России Но Мы К сожалению Этого Не Узнаем Ой Повезло Ему Что Нету Тера Интересный Старт На Сам Деле Он Как бы Использовал Скорость Которая Дается Ему Из Телепорта Чтобы Перепрыгнуть Дальше Здесь Получилось Намного Быстрее Уже Так Более Техниченько Выглядит Молодой Человек Так Здесь Главное Не свалиться Молодец И Вот Чем На Самом Деле Карты Пуни Хороши Да Казалось Бы Столько Много Всего И Такие Топовые Дорожки Но Он Никогда Не забывает Про Людей С Низким Уровнем Игры Которые Новички Которые Где-то Чуть Ниже Среднего Таких Сейчас Много В принципе За последнее И это Очень Хорошо Что У Хуни Есть Как бы Дорожки Именно На любой Вкус Именно На любой Скилл У него Получаются Дорожки Возможно В стопе Это было Немножко Немножко Не так В некотором Смысле Да Но Стомб Как бы Она Дуэльная Была Там Надо Было Хардкор Там Там Лохи Как бы До финала Не доходят Грубо говоря Да Вот А тут У нас Такая Карта И очень Классно Что она Такая Вышла Прям Вот Человек Грубо говоря Вообще Не умеет Играть Просто Хоп Хоп И прошел За полторы Минуты Еще и Конкуренция У него Была В виде Лекса Это Очень Круто Еще и Гикс Тут По идее Я думаю Что в Ку-3 Все Кто В Минуте Они Все Между Собой Каким Ну Как бы Определенным Образом Конкурирует Минута Десять Ку-3 Гикс Так что Очень Прям Очень Классно Что Он Сделал Вот Он Ну вот Мы с ним Последнее Время Не буду Скрывать Не буду Скрывать Последнее Время Мы с ним Очень Много Общаемся Прям Не знаю Как-то Мы Подружились Так особо Не общались Типа раз В недельку Там Как-нибудь Эй Привет Как дела И все А тут Мы как-то Прям общались И Действительно Он очень Много Думает О новичках Именно Потому что Про игроки Типа Понятно Что нужно Сделать Какую-то Дорожку Для Прочков Но Сильные Игроки Они Как бы Сами И Из Из Дорожки Сделают Сложную Потому что У них Такой Скилл Они Им Нужно Что-то Вдумывать Что-то Придумывать Чтобы Пройти Быстро А вот Чтобы Сделать Хорошую Дорожку Для Лоу Игрока Это Надо На самом Деле Постараться Да Ну Поувереннее Конечно Выглядит Кутри Гикс И Финиширует Но Нужно Знаете Я Вот Вам Всем Троим Пока Что Троим Я Дальше Потому что Не посмотрел Возможно И другим Буду Я Вам Всем Советую Поиграть Пады Заходите На Трикхаус Бета 3 Можете Узнать Эту Карту Как Чего Или Вообще Лучше Зайдите В Туториал По Стрейфу У нас Плейлист И Посмотрите Там Мап Лист Мы Давали Мап Лист Мапы С Падами Поиграйте Играйте Пады В общем Либо Я не знаю Напишите В комментариях Я вам Скину Ссылку Там напишу Название Карты Че Кого И Поиграйте Пады Пады Вам Очень Сильно Помогут Дед На 3 Секунды Казалось бы Дед Да А вот А вот Перебил Твои Людей Видели Запух Ой Как Скачет Дед У нас Посмотрите Как он Скачет Какие Гронт Фреймы Дедули А Ну а Че Он Песка Насыпал Перед Собой И Нормально Скачет Скачет Норм Нифига Роуты Нифига Роуты Ну и Кстати Говоря Пока Что По-моему Хотя Я могу Конечно Ошибиться Но По-моему Я не видел Никто Пока Что Не Использовал Машинган Вроде Как Сверху Кто-то Открывал Вот Эту Столбик Да Но Это Единственное Это Такое Как Это Не Считается Никто Пока Никак Особо Не Пострелял Интересно Будет Ли Человек Который Постреляет Все Три Патрона Ну Кроме Как Если Он Постреляет На Старте Булка Вилка Билка Дулка Перебил На Три Секунды Прямо Сидите Затрачивайте Пады Нечего Делать Не знаю Пришли с учебы Сядьте Поиграйте Полчасика Пады Там Синие На Три Хаос Бета Три Синие Там Ты Желтый Красный Опа Слик Заюзал Нормально Нормально И я подозреваю Кстати Что Никому За оригинальность Мы не дадим Приз К сожалению Так Два Патрона Пока Билка Использовал На самом деле Он Мог бы Сделать Типа Лучше Но Очень Сильно Видать Нервничает Потому Что Хороший Тайм И вот Он Такой Ура Прям Аж В Слаем Летел Уууу Перебил На 1.2 Фуу На 1.8 Вот Так Уже Хорошо Пошел Понизу Ой-ой-ой-ой-ой Вы посмотрите что происходит Вы только посмотрите Вот это роуты пошли Я не думал что мы так быстро начнем Видеть офигенные роуты Но мы уже их начали видеть Так давайте я включу снап А то все скажут что Фу стрейф весна, фу Мы не будем смотреть Ну и пожалуйста Ой-ой-ой как опасно Чуть не вылетел Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой пил Как опасно пил вообще гоняет Вы посмотрите на него В ходе держится тоже хорошо Опять же для хорошего эффекта Я вам посоветую пил Я вам посоветую поиграть пады пока что всем советую поиграть пары не знаю чего посмотрим дальше кому еще посоветует 1027 лука но и не открывал этот молодой человек у нас кнопочку то будем их назвать кнопка давно же это фактически кнопка вот несмотря на то что вулканоид прыгал просто по обычной дорожке да он тем не менее перебил пил который неплохо так насрезал везде по этому деда такой детский мовчатый здесь к сожалению скорости них не понабрал не скулички ну и финиш неплохо хорошо пропрыгал вот за счет финиша он и вытащил потому что пиво очень опасно там в конце очень много скорости потерял и вот вулканоид за счет финиша вытащил вот эти три соточки а хулиган еще секунду между прочим отжал целую секунду казалось бы что такое секунда раз и все да все нет секунды куда она пропала нет а хулиган целую секу вот этот вот раз он его хоба и вот так забрался и представляете невероятно так стрейфит тоже хорошо у пашка всегда хорошо стрейфит хулиган сельчан наш местный красава как бы он не может плохо стрейфить потому что если он будет плохо стрейфить то к тебе уже в квартиру поднимаются ой как слезал ой 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 что ж ты пашка делаешь со мной я думал я думал вот я по я понимаю в глубине души что типа у него хороший тайм он не может здесь где-то зафейлить как еще тут выбрал ой 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 как скачет оооо еще не зацепил просто все звезды сошлись чтобы пашка перебил вулкан ой да просто все звезды сервус плюс 0 6 сделал от ксили чья сервис стало быть достаточно неплохо я не знаю честно говоря просто как-то потерялся немножко не знаю вот что даже сказать потому что сейчас пока в среднем такие более-менее одинаковые таймы отличаются в основном вот они отличаются только уверенностью в ходе потому что ну и грандфрейм естественно тоже влияет потому что допустим вот сервус он делает халфбит да как мы видим и для макутри это очень очень хорошему потому что он гораздо быстрее тебе позволит набирать скорость чем full бит халфбит фулбит вы можете у нас естественно об этом узнать в наших туториал без проблем 105 делает про кипоп балдеж хотел наверно написать бандж но деграду мгновенно и так случилось по сервусам играли опа опа так а про кипоп достаточно хорошо идет очень даже уверенно очень быстро очень хорошо держится в ходе никакой тут халфбит не спасет сервуса но пропрыгал сервус конечно топово в любом случае халфбит учитывая что человек вообще не играет работе фрагом помощь играет только ну преимущественно включ Stephen 없ила как это шутер и fps на но они do у ее и и у ее как проки поп офигенный здесь слишком ground frame жесткий слишком очень много потерял он Пытается валстрейфить В принципе решение хорошее Главное не зафейлить И вот почти, да, но он, грубо говоря, зафейлил Он всю скорость потерял, не сориентировался Потому что там он Отзацепился тут, отлетел там Ну и, собственно, так и вышло, что Почти топ-10 занимает С КПЛМН на полторы секунды Быстрее, ровно 59 Ой-ой-ой Как-то зачем Зачем было так остановился Немножко по прыжкам, что ли Потерялся 34 минуты сервер тайм Ну смотрите, идет очень даже хорошо Очень много скорости сохраняет Слик не юзал Здесь Ай, здесь просто Ну вот здесь Вот этот поворот, он самый техничный Мне кажется, в ЭКУ-3 он самый рулевой Потому что Ой-ой-ой-ой-ой По центру Прошел Офигеть Ну вот Вот видите, роуты Роуты решают Просто полторы секунды Хопа И все, нету их полторы секунды И Нюк Перебивает почти на 2 Точнее, чуть больше, чем на 2 С КПЛМНа Ставит 56,9 Сразу траекторию себе придает Скинет угол Ну все, пошли Пошли топовые демки Ребята Наслаждаемся Наслаждаемся Просмотром Я буду пытаться Говорить Что-то Так кофейка Что-то хочется Лунтик Сделай кофе Пожалуйста Ну, в общем-то Нюк Смотрите Видно сразу Что человек Каждый день По 3 минуты Играет пады Просто 3 минуты играл Играет пады И приходит сюда Все Видите, какой результат Это только он 3 минуты играл А если по полу Ой-ой-ой Тоже по центру Ну, кстати, в угутри Скорее всего Центр Самая езабельная часть Потому что По бокам Там же у нас как идет Как бы вот Центр, да И вот здесь По бокам Такие вот Штучки-дрючки Которые нам нужно По которым Обходить надо Грубо говоря А по центру Мы просто прямо Пролетаем и все Как бы в ЦПМ Еще куда не шло Но вот в угутри Это, я думаю Центр Самая ходовая Итак 56.3 Заим занимает Третье место Из Украины Просто Красава Просто вошел Ворвался Не было его Никто не видел его 15 тысяч лет Просто пришел И все И вот разваливает Уже топы занимает Вы посмотрите Что творит Да, начало Может быть не самое быстрое Но по итогу Мне кажется Он на опыте Тупо вытащит Сейчас все элементы Опа Граунд фрейм Видали какой? Все Изи В хуле держится Просто сладенько Просто вот Никаких претензий Здесь значит Срезает всю траекторию Еще тут Все повезло Все сделал Долетел Просто 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 красава Посмотрите Что делают Так Хороший Граунд фрейм Еще один Хотя можно было И потехничнее Ну блин Три патроны И как-то Не заюзает Ту стенку Надвигающуюся Это уж совсем И тоже по центру Естественно Немножко видно Заволновался Было Но Все хорошо Застрайфил И 56 И 3 Унес с собой И Кианекс Его перебивает На целую секунду А секунда Это у нас сколько? Это у нас Раз Все Секунда прошла Кианекс выиграл У займа Ой-ой-ой-ой-ой Какие Какие роуты Ребят Просто Ой-ой-ой-ой Так Хороший Грунд фрейм Здесь тоже У нас срезает Здесь намного Быстрее Кианекс Проскакивает Потому что Кианекс У нас Вандед А плейернейм Почему-то Без Вандед А поэтому Поэтому Киа Больше Не Вандед Ой-ой-ой Нормальный Мув Но На самом деле Я не думаю Что Ты типа Вот этим Опусканием Вот этой Сликовой Ты конечно Там можешь Немножко Поднабрать Но на мой взгляд Как это сейчас Для меня выглядит Ты просто Отстрачиваешь Как бы Потерю скорости Ты что так В стену ударишься Что так Только тут Ты ударишься Раньше И начнешь Прыгать прямо Раньше И начнешь Добирать скорость Раньше Чем В случае Когда ты Опускаешь панель То есть Ты опустил Панель Ты еще Какое-то Время Летишь Диагонально И потом Только теряешь Ту же скорость Грубо говоря То есть На мой взгляд Конечно Эффективнее Если дело Не в спейсинге Если дело В спейсинге Это другой разговор Но если мы говорим Про траекторию И скорости То на мой взгляд Опускать эту панель Со сликом Не Выгодно Первое место Занимает Ивух 8 Он же Никитос Он же просто Красава Наш Андетт Любимый И Кенекс Тоже наш Любимый Конечно же Андетт Если бы он Поставил себе В ники Тоже Андетт И сервер Надо написать Андетт И вообще Из Андетт Он не из Занимает Занимает Второе место Большой Красавок Тоже Давайте посмотрим Никиту Топовый Выгутришник На самом деле Лучший Выгутришник Один из Самых Лучших Не лучше Бензе Конечно Но Ой Все Ну Видим Да Мы Странно Что Кенекс Так Не прошел Здесь у нас Слик Все Ой Как Проспаймил 900 Сохранил Грандфрейм На 600 Здесь тоже Сладенько Сейчас Так Опа Так Опа Да Ооо Ооо Вот это Руты Ну Выгутри Как Вот Видите Никита Человек Как бы Топовый Он просто Так Пульки Не пуляет Во всякие Стены Разные Здесь Отличный Грандфрейм От него И Отличный Стрейф В конце 47.0 И давайте Я сразу Покажу Невалидную Демку Скорее всего Роуд Тот же Самый Скорее всего Все То же Самое Но С одной Большой Разницей Фрог Из Кубы Якобы Из Кубы На самом деле Он из Америки Фрог Это у нас Хейдос Как мы видим Роуд Точно такой же Как у Никиты Скорости Может быть Чуть побольше Сохранил Ну Примерно Так же На самом деле Но Грандфрейм У Никиты Был получше У Ивуха Здесь у нас Точно такой же Роуд Ну Они там Знаете На сервере В онлайн Заходят У друг друга Роуды Тырят Обколятся Роудами С ними И я буду Друг друга В жеху Вот эти вот Здесь по-моему Заворот Немножко Получше Был Чем у Никиты Волстрейф И Вот видите Человек Стоит И открывает Ему дверь И стоял Это Блэкшип И за счет Вот этого За счет того За счет того Что ему открывали Эту дверь Он набирал Больше скорости Чем Никита То есть у них В среднем Одно и то же Да Но я уверен Что Никита Бы вытащил Если бы не Вот эта дверь Которую ему держали Которую Фрогу держали И поэтому Демка не валит Собственно У него две демки Такие же Не валитные 27.20 ПМВК3 Поэтому Блин Ну Не знаю Стыдно Конечно Стыдно Что Хаидес Не знает Правил И Либо не знает Либо не осознал Что так нельзя делать Перейдем Ну Кстати Из-за того Что Фрога Забанили У нас Получился Займ На третьем месте Кианекс На втором И Никита На третьем И Так уж Вышло Что Все Стараться Лучше А потом Уже Прощения Всякие Будут Ну Тем Менее Видно Что Новичок Видно Что Старается И Очень Очень Хороший Плюс Чувак Если Ты Вдруг Из России Или Кто То Знает Кто Вообще Так Жен Напишите Ему Что Если Что Я Ему Могу Чем Нибудь Помочь Ой Замолновался Замолновался Видимо Плюс Хороший Был Тут Не Рискует Не Набирает Скорость Чтобы Вдруг Не Свалиться Здесь Конечно Можно Посмелее Действовать Вот Если Вдруг Кто Знает Не Знаю Скиньте Ему Хотя Будут Тут Туториалов Пусть Посмотрит И Передайте Чтобы Он Поиграл Пады Пады Ему Очень Сильно Помогут Прямо Вот Без Вазара Очень 49 43 И 9 Стоит Сенат Тоже У нас Юный Юный Молодой Человек Который Совсем Недавно Влился В ряды Дефрагеров И уже Тем не менее Показывает Очень Даже Хорошие Средние Результаты Которые Радуют Мой Глаз На Обзорах Просликал Через кнопку Вперед Пользовался Кстати говоря Нижней дорожкой Видите Даже С такой Скоростью Небольшой 1200 Завернуть Достаточно Проблематично И приходилось Нам Чуть Не К стене Прислоняться А представляете Что там Будет На 1700 На 1800 Это Очень Все Жестко Я Искренне Ой Как потерял Скорость Надо было Переиграть Но Все Надо Я понимаю Что у тебя Возможно Получилось Все Кроме Этого Никогда Не Получалось Но Блин 24 Минуты Не Знаю Ну Надо Было Надо Было Конечно Попробовать Это Ты Перебил Булку Вилку И Возможно Нюка Если Вы Не Запоролся Потому Что Ты Потерял Всю Скорость Секунд Не Знаю 7 Точно Потерял Так Булка Вилка Булка Дылка Перебил Тебя На 6 Секунд Так Проходил Через верх По рампе Будет ли Сохранять верхнюю дорожку Или будет падать вниз Интерес Здесь Слик Нет Падает вниз И Вот Кстати говоря Вот Окошечко Вот Вот Более Такой Оптимальный Роуд У него Здесь Скорость Не рискует Набирать Скорее всего Просто Не получается У этого Человека Но Тем не менее Пытается Как-то Стрейфами Доводить И Прошел По центру Что Кстати Говоря Классно Это Круто Это Круто Что Ты Так Сделал И Финиширует Ну Очень Хорошо Очень Хорошо Пока Себя Ребята Показывают 37 Дванюк Так Нижняя Дорожка Также По мосту Но Вот Видите Он Еще И Скорость Потерял 30 минут Сервертайм Я не знаю Тут надо было Килл Нажимать На самом деле Потому что Потерял скорость На половине карты Тоже проходил Здесь Понизу Скорость Как вы Как вы видите Даже на таких Скоростях Небольших Там Очень трудно Набирать Скорость Что там будет Происходить На 2000 Это трудно Представить Просто Да Можно Пропрыгать Но Это Медленнее Будет 36 6 Вейли 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 Тайм здорового Человека 36 36 Все хорошо Прекрасно Себя Ощущает Стрефит Хорошо Окошечко Использовал На рампу Попал Здесь еще Дострефил По возможности Вот умничка Вот Вот Проходил Тайм же По центру Просто Просто Молодец Красава Красава Вот 36 0 Делает Деку Перебивает На 6 Соток Вейли У друга Играю Написано Плеернем Играю У друга Если ты думаешь Что это как-то Смягчит Твой приговор Нет И Первый Тайм У нас Где Молодой Человек Прыгает Полностью Верхней Дорожкой И это Естественно Не могло Не принести Свои плоды Использовал Также Слик И здесь Использовал Рампу Не совсем Понятно Зачем Но Тем не менее Выровнялся Нормально Уверенно Себя Чувствует На карте Заслуженные 36 0 Просто Красава Даже Несмотря На то Что Играл У друга А он Действительно Играл У друга Демка Очень Даже Хорошая Барин Плюс 400 От него Сделал Почнее Плюс 600 Ну Бога Все Отлично Я Каких То Омарочек Особо Не вижу На рампу Он упал Отличный Добл Джан Проходил Сбоку И Хороший Финиш 35 И 4 Ну Вот Он Скорее Всего Если Так Как бы Глобально Смотреть Барин Вырулил Только За счет Того Что Не прыгнул На рампу В конце Деку Эту Рампу Использовал Непонятно Зачем Может Волновался Вдруг Решил Что Типа На рампу Практичнее Будет Но Барин Не прыгнул На рампу И В итоге Выиграл Деку Целых 600 Вулкануид Выиграл У Барина 300 Так Прыгал По кубикам Неплохо Кстати Говоря Засликал Поворачивал Кнопкой Вперед Серьезно Вулкануид Нифига Нифига Смотрите Как он Вот это Рулит Да Рулевой Как-то Попал Конечно По Этому Паду Но Слишком Рано Стрельнул И кнопка Вперед Доворачиваю Так Так И в грудь Кнопка Вперед Ну а Что Может Вулкануид Из рефлекса Пришел Потому что В рефлексе С очень Сломанной Сломанной Мышкой Говорит Вулкануид Тем не менее Тайм Тайм Очень даже Хороший Выглядит Главное Красиво С кнопкой Вперед В рефлексе Просто тоже Поворачивают Все с кнопкой Вперед Боковые У них Работают Как у нас Кнопка Вперед А кнопка Вперед У них Как у нас Боковые Стрейфы Набор Скорости Работает Так же Но Сам поворот Сама Акселерация В воздухе Она такая 34-8 Точнее 6 Хульган Так Пока Все Неплохо Использовал Слик Очень хорошо Наслики Набрал Плюс 200 Ну и Финишировал Собственно Плюс 100 Вовка Лак Интересный Роуд Очень Очень Интересный Пока Что Такого Мы Не Видели Неплохой Слик Я думаю Я не говорю Про Слик То Что Слик Не так Как Нужно Потому Что Я думаю Что Они Должны Все Знать Про То Что Надо Слик Именно Стрейфами Потому Что Так Эффективнее Скорость Лучше Набирается Я Просто Предполагаю Что Они У них Стрейфами Пока Не Получается Поэтому Проще Вот Так Через Кнопку Вперед Тем Не Менее Тайм Очень Хороший Очень Чистенько Прошел И Вот Полотничок У нас В 34 Секундах Ларипоп Линиос 34 Замыкает Эту Тройку Игроков Девятая У нас Неделя Варкаба На которой Участвует Лолипоп Линиос За что Ему Большое Спасибо Очень Классные Демки Он К нам Присывает Неплохой Доблджамп Видимо Рассчитывал На этот Доблджамп Потому Что Среагировал Так Отличненько Ну Здесь Сбоку Проходил Естественно На таких Скоростях Выгоднее Спереди Но Мне кажется Это Далеко Не у Всех Получалось Из Большим Отрывом В полторы Секунды У нас Пил Открывает 32 Секунды Давайте Посмотрим Что Он Нам Покажет Так Проходил По Кубикам Оба Кубика Использовал Ну И Нижняя Дорожка Поворачивал Видите Тут Приходится Очень Много Скорости Сбрасывать Хотя Энтер Говорил Что Нижний Вроде Как Быстрее Должно Но Я Потестил И Получилось Что Нет Верх Все Так Будет Побыстрее Ну И Здесь Кнопочка Вперед Как То Худо Бедно Довернул До Финиша Все Так Молодеж Ты Не Свалился И Займ Выкутришник Перебил Его На 300 Ну Тут Я Думаю Займ На Опыте Просто На Опыте Андрюха Затащил Потому Что Пи У Нас Пока Что Юный Боец Чисто На Опыте Реализовал Ну И Отлично Финишировал Не Знаю Вот Пока Ребят Честно Не знаю Даже Что Комментировать Вот Дед С Огромным Отрывом В 2 Секунды Делает 31 Секунду Благо Оба Все Выру Вырубали По Нижней Дорожке У нас Проходит Через Кубики Почти 1800 Добирает И Старается Максимально Сохранить Скорость У него Это Немножко Получилось 1500 Сохранил Отлично Затаймил Вот Эту Кнопку И Нас Лег Не Стал Повернул И Не Хочет Проигрывать Этот Тайм И Здесь Просто На Верочку Открывает Себе Дверь И По Центру Прокрыгивает Очень Очень Чисто Очень Быстро Исполнил Без Логина К сожалению Но Проки Поп Смог Опередить Его На Целую Сутку Так Уже Пошла У нас Топовая Дорожка Полностью По Верху Проходил Использовал Окно Попадал На Рампу Ну Слушайте Вообще Все Круто Еще Слик Заюзал На Плюс 200 Отлично Ой Как Про Кипоп Проходит Просто Офигеть Да Очень Классно Прошел В конце Даже Не набирал Уже Скорости Сам В шоке Проки Поп Что у него Так Получилось Да Но Вообще Очень Круто Прошел Так Проки Поп Кипиш 37 На Челябинском Динозаврике У нас Перебил Все Таки Проки Поп Перебил Очень Круто В конце Очень Очень Большой Большой Минус У него Получился Из-за Того Что Не Смог Нормально Это Вернуть Холли Секретки Себе 1500 Холли Холли Хорошая скорость, хорошая скорость Хорошая слегка снова И здесь хорошая спасти, без рампы Да, омай гад Омай гад, Шерлон, что ты делаешь? Омай гад, очень хорошая демо Зорн, 28v7 Я думаю, он не смотрит наши обзоры Буду говорить по-русски Так, но пока Зорн намного медленнее выглядит, чем Шерлон Тем не менее, он его как-то перебил Дорожка, грубо говоря, та же самая У Айн, он просликал очень хорошо Использовал рампу После рампы добрал очень мало Но тем не менее, сохранил столько же скорости Ну вот как-то Начинается от фрейма дрочь Да, именно какой-то роудский Такой фрейма дрочь, где Решает не столько дорожку Сколько и само исполнение Торнер на 400 Перебивает Зорна Так, проходил Торнер по нижней дорожке 1600 Сохранил Получилось все неплохо Без слика поворачивал Что тоже, как вариант, имеет место быть Хороший дублжамп И прибегает у нас Да, очень-очень-очень хорошо пока идут Монтер 28.0 Поздравляю тебя, монтер, с третьим местом Красавчик Так, хороший дублжамп Сразу падает на слик Отличный слик на 1800 С дублжампа здесь пролетает Почти 2200 на слике Ну и здесь По этой рамке, да Добирает скорость И здесь просто по центру Вот, о чем я и говорил В начале обзора Прилетает Икарус Перебивает на фрейм Монтера На фрейм Икарус Перебивает Занимает второе место На варкапе На очень, между прочим Техничном стрейфе Ну Никому Ни для кого не секрет Что Икарус Это Фейк Аркулоновский Слик Очень медленный Но вот с таким роутом Как у Икаруса Можно 27.6 сделать По сути Но он просто очень классно Все очень Техничное все выполнил И делает 28.0 И Я прошу заметить Я Уж не знаю Может быть ему Икарус просто деку Скинул конфиг Но у деку Тоже в демке стоит сервер Проксима Что там Центаври Поэтому Смотрите Значит у нас Какой расклад Икарус деку И первое место Занимает у нас Закуен 27.4 Вообще Отлично просто Отличный результат Для Закуена Поздравляю тебя братан Будешь чсв Дядя Кикнул И неужели по нижней дорожке Так 1600 Сохранил Попал на рампу Да Очень Очень За счет очень хорошего Слика По нижней дорожке Пролетает И делает 27.4 Да Да Молодец Ну молодец Вот 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 это Лучшая реализация Нижней дорожки Ну и собственно Давайте посмотрим Демку Которую Фрога не приняло Одну забанили А вторую у него там не приняло По каким-то причинам Тоже по нижней дорожке На самом деле Я нашел Как сверху Да Да Я так же пытался Ну вот это вот Очень сложно исполнить На самом деле Чтобы еще потом По спейсингу Все подошло В общем-то Это дорожка медленная Да Да Ну что я могу сказать Друзья Такие вот демки Опять же ему Не знаю почему Вот эту не приняло Ему По-моему не держали дверь Да Он там где-то сбоку пропрыгал Но вот эту Конечно Очень жаль что Фрог так Я не знаю Это скорее всего не Фрог А типа Блэкшип сам такой Да давайте Подержу дверь Нормально Рекс сделаешь И он такой Типа ну давай И решил отправить Ну вот видите Как случилось Случилось не очень красиво В общем все большие-большие молодцы Давайте Отправимся у нас На Дэвкомпс И Посмотрим На Результаты 15 демок Вику 3 25 ЦПМ Все очень круто Жожо референс Непонятно На самом деле Кто это отправил Пока что только Страна тоже неизвестно Отправил в обе физики Получает немножко рейтинга Смешной рейтинг получил кто-нибудь Никто не получил Ну что Можно здесь почитать комментарии Здесь же его можно оставить Я эту карту не знаю Да Может быть и буду добивать В онлайне Может быть и не буду Там на самом деле 26,9 где-то надо ставить При хороших раскладах Но что-то все никак Не добьется В общем-то Кому понравилось Ориентируйтесь на 26,9 Затрачивайте Вот может быть Ставьте лайки И вот это все Все ребят Всем пока